всем привет друзья с вами евгений канал за быстрее сегодня на обзоре вот такой вот не маленький fpv квадрик это diaton gtr 349 hd mk2 значит квадрик имеет пишущую камеру так adix start of v2 но этот квад имеет диагональ около 135 миллиметров и он должен быть очень быстрым что я имею ввиду под понятием очень быстрым это значит что на 4s он должен летать примерно 160 170 километров в час как для такого но относительно 5-дюймовых конечно квадриков малыша это очень приличная скорость и так в комплекте у него гайки пропой пропов только один комплект пробчики 30 28 гемфон прозрачные хотя судя по всему в любом случае здесь пропа не должны попадать в картинку проверим также есть комплекте пульта для cadix а инструкция к полетному контроллеру если вы захотите что-нибудь добавить наклейки и в принципе все судя по инструкции рекомендованный аккумулятор это 3s 450 есть у меня вот такие вот цены шели и я точно понимаю друзья что на трех банках на этом кваде все-таки четыреста пятьдесятки будет маловато это будет перегрузка для аккумулятора поэтому я запасся цены шелями 3s 650 миллиампер в час и также попробую полетать на вот таких вот новеньких 4s 450 миллиампер в час цены шели очень меня радуют отличное качество аккумуляторов и отличная стоимость грубо говоря такой аккумулятор выходит порядка девяти долларов но может быть десяти лучше всего цены шель покупать или на бангуде или на официальном сайте для жителей из украины вариантов нет отправляют в украину только официальный сайт и это очень классно друзья потому что практически никакой другой сайт аккумулятором украина отправлять не хочет итак давайте посмотрим на железо и стоимость она составляет 199 99 обязательно можно будет и нужно будет применить купончик как минимум процентиком на 7 и скинуть какие-то деньги диагональ 135 миллиметров поддержка четырех баночного аккумулятора используются трехдюймовые пропеллеры и средний вес квадрика будет порядка 140 грамм получается вместе с батареей вес должен быть ниже чем 250 грамм полетничек здесь на базе mambo f405 мини шеститысячная нормальная гира есть конечно же оси и есть камера кадик стартова 2 которая пишет full hd 60 кадров за секунду по ней куча уже видео было она сейчас стоит практически в каждом первом синий лупе видеопередатчик от ранкам tx200 со смарт-аудио я по крайней мере на это очень надеюсь 25 200 милливатт отличный видеопередатчик использовал его неоднократно никаких претензий к нему нет регулятор f25 соответственно 25 ампер при 4s питание дэшот 600 значит технология был хели с принципе регулятора должно хватить для этих стоковых моторов а моторчики у нас не маленькие 1408 на 4000 киви вот такие вот фотографии коптера диатон конечно красивые продукты делает вижу сразу конденсатор и антенна типа диполь проведена сверху но ее можно будет поменять на фоксер лолипоп с у фл разъемчиком и так давайте попробуем включить этот квадрокоптер вот такая вот картинка нас встречают абсолютно обычная картинка кадикса тартел в 2 настроена osd но под себя я думаю можно будет немножко подвигать положение всех элементов касаемо внешнего вида квадрокоптера камера практически не торчит за пределы рамы здесь есть такая вот небольшая защитка это конечно приятно и также приятно что в раме куча свободного места и если вы захотите поменять эту камеру на тарсер 4k я думаю у нас это получится без проблем также куча свободного места здесь между полетником и платой кадикса туда вполне можно будет установить какой-нибудь приемник потому что приемника в комплекте нет провода для него выведены назад судя по всему этот разъем для подключения приемника fr sky r xsr видеопередатчик находится вот здесь разъем типа уфл можно будет установить фоксер лолипоп и также друзья можно будет запитать пищалочку нужно будет конечно посмотреть на схеме где находятся контакты для нее и припаять пищалку куда-нибудь вот сюда приклеить будет идеально реальный вес данного квадрокоптера составляет 144 грамма добавляю батарея стресс батареи вес около 210 грамм отлично моторчики мамба достаточно качественное последнее время диатон меня реально радует они заметно повысили качество моторов они их конечно не продвигают но стоимость моторчиков типа размера 2207 они использовались на 549 коптере у меня на обзоре он ранее был стоимость мотора всего 15 долларов а качество моторов и тяга меня очень порадовала разъем питания xt30 снизу есть уже современная качественная липучка от диатон не то жалкое подобие липучки которая используются другие производители обратите внимание друзья очень важная интересная штука только сейчас ее заметил камера закреплена на неком софт маунте это реально важно друзья потому что все камеры типа сплит очень любят жалеет и желе конечно в первую очередь передается парами от моторов и далее уже попадают на саму камеру я думаю что такое решение вполне имеет право на жизнь проверим его в обзоре первая часть обзора подходит концу друзья сейчас установлю сюда приемничек фрск xm плюс или rxsr и переходим к полетам погнали итак друзья я на летные позиции сейчас будем летать на диатончике 349 hd 2 с какими проблемами я столкнулся проблемы были у меня с этим квадом у меня почему-то при настройке дома в бетафлай сгорел модуль камеры cadix просто она была включена квад работал на рап порядка может быть минут десяти пока я его полностью настраивал дальше я передергиваю питание а камера уже молчит черный экран при том не желтый а черный в общем проблема была именно в модуле у меня был 2 квадрик с которого я снял такую камеру и пока будет мне с banggood или с cadix а ехать замена у меня по крайней мере есть на чем полетать кваду это как бы не относится это особенности работы камеры cadix если у вас что-то подобное будет не стесняйтесь пишите на banggood и на завод чтобы высылали вам новую запчасть дальше друзья очень важно на этом конкретно видеопередатчики ранкам tx200 что-то сделать с разъемом уфл я сейчас самого пластиком залил но пластик конечно не тот вариант нужно заливать силиконом потому что пластик от нагрева разлазится становится мягкий думаю что залить его силиконовым каким-то клеем будет идеальным решением и очень важно друзья антенну зафиксировать двумя хомутами чтобы не было никакой нагрузки потому что я отрывал на этом видео перед датчики офл разъем и припаять его на место просто нереально нужно искать сразу новую антенну потому что со старой очень сложно достать остатки офл разъема и соответственно нужен новый офл разъем потому что старый как я уже говорил припаять на оплату обратно не получится я все это сделал в лучшем виде и установил кстати ранкамов скую антенку с педи би вот так вот она выглядит 5 8 гигагерц и 2 грамма всего весит отлично почему диатон и и завода не ставят мне непонятно потому что стоимость этой антенны но не сильно дорогая я сказал бы дешевле чем лолипоп а габариты вес просто идеально соответственно картинка чисто без помех благодаря этой антенне по мощности моторов моторы в принципе мощные тут нечего сказать пропасть стоят у меня 30 28 гемфоновские стоковые я понял почему они используют прозрачные пропеллеры а все потому что их все таки видно в кадре если бы они немножко изменили геометрию рамы вынесли бы камеру вперед их бы не было видно но примерно по одному сантиметру пропов все-таки попадают в обзор камеры cadix если сюда поставить тарсер или фоксер микс я думаю что за счет более длинной линзы пропа бы в кадр не попадали очень классная идея конечно софт маунтом всей верхней части коптера здесь полный софт маунт и сзади также поэтому желе не доходит до модуля где установлена камера и это очень конечно реально крутое решение приемник под таранис я установил здесь он здесь отлично становится одну антенку вывел назад одну антенку вывел вперед под луч таким образом будет неплохое покрытие подаю питание на трехбаночном аккумуляторе cmsl 650 миллиампер в час проверяю пищалку пищалка только моторами и взлетаем значит что могу сказать я пида немножко покрутил под 4-баночный аккумулятор потому что я уже вам говорил друзья если вы покупаете квадрик маленький который летает как на 3 так и на 4s пиды у них будут отличаться и нормально летать с тремя а потом поставить 4 банки у вас не получится поэтому сейчас для трешки здесь немножко заниженная пида и он такой вяловато я бы сказал а вот на 4s он будет летать нормально пиды вышли что-то там порядка 35 единиц папе это конечно низковато но опять же друзья если будете летать только на 4s ках это будет нормальный результат по пидам никаких в принципе вибрации сейчас уже не должно быть я и дэ покрутил посмотрим какая будет картинка по страсть плавнее сейчас полетать по видео системе претензий никаких нет здесь есть честное 200 милливатт у ранкам видеопередатчика а также теперь с установленной камерой от спиди би помех помех реально практически нет это очень хорошо со стоковой антенкой помех было больше это факт да картинка хорошая картинка хорошая от помех уточню картинка fpv полное гомно не могу честно говоря я летать на этих кадиксах я их терпеть уже не могу я говорю конкретно за тартал в 2 ждем уже друзья переворота точнее кадикс и так переворот сделали это камера тарсер где модуль который пишет hd видео отделен от модуля по которому вы летаете поэтому там и задержка ниже или точнее и практически нет как в обычной fpv камере и картинка hd пишется в лучшем качестве чем здесь в конкретно данном коптере стоит обычный кадикс тартал в 2 поэтому и задержка здесь достаточно печальная по фристайлить можно друзья но наваливать на этом коптере я бы не стал потому что банально веток не видно и вот против солнца такие жесткие засветы этот коптер для записи видео при разрешении 1080p соответственно 60 кадров за секунду более-менее плавная картинка должна будет получиться без желе это наверное единственный квадрик относительно небольшого размера который будет записывать на сплит камеру видео без желе потому что только диатон умудрились сделать прикольный такой софт маунт и он действительно работает развязочка от вибраций на камеру очень хорошая в полный газ давайте пролетимся понятное дело три минуты полетное время уже так полный вперед в принципе неплохая скорость на трех банках да вполне можно на такой скорости летать на вскидку километров 120 он наверно трех банках летает и это нормально на 4 понятное дело скорость будет порядка 150 может даже 160 километров в час и есть еще версия подобного квада правда без hd системы под 6 банок там уже скорость за 200 но это конечно перебор на мой взгляд есть датчик тока он не настроенный уже 800 показывает а батареечка то у нас на 650 все пора садиться на трех баночным 3.30 полетное время сейчас устанавливаю вот такой четырех баночный аккумулятор емкостью в 450 от компании цены шель и токодача 70c не забывайте друзья что диатон по умолчанию автозапись на кадиксе не включают и это вам нужно будет сделать самостоятельно и вспомнил друзья очень важный нюанс эту камеру нужно будет прошить на последнюю прошивку я постараюсь ссылочку на прошивку указать в описании под видео или в комментариях потому что по дефолту у камеры этого квада были жесткие полосы по диагонали и это лечится установкой свежей прошивки вот такой вот нюанс не забывайте прошиваться очень легко достаточно просто на карточку закинуть эту прошивку и включить квадрик проверяю пищалочка и пробую взлететь так 4s к полный газ приличные такие звуки издает гудящие коптер достаточно быстро летают немножко все равно проплашет нужно будет на расчет ниже по снизить под четыре банки вы видели я на трех банках летал все было идеально на 4шки есть небольшой проплаш хотя я тюнил его вроде как было нормально нужно посмотреть прошил я сюда 4 бетафлай или нет честно говоря не помню возможно стоит поработать с фильтрами потому что этот проплаш бывает только когда делаешь какую-нибудь фигуру мощности понятное дело этого квада на четырех банках хоть отбавляй и кстати он гудит практически как 5-дюймовый гоночный квад жесть охренеть да понятное дело на четырех банках летается веселей но мне в принципе достаточно неплохо леталось и на 3s полетное время вряд ли будет больше чем три минуты потому что на четырех банках хочется понаваливать на 3s я летал спокойно на четырешки хочется дать больше газа но опять же друзья напомню камера cadix так паршиво показывает в fpv хоть у нее есть и ведер и можно как-то что-то видеть вот против солнца как сейчас я там завис да видно но ветки я их практически не различаю они такие вот мыльные мыльные с ротеллом от кадикса ну никак конечно fpv систему тартла не сравнить ротел очень неплохая камера но правда любит жалеть так попробую полетать плавнее хотя уже особо то я вижу и батарейка закончилась за две минуты вот на такое полетное время можете рассчитывать при использовании этого аккумулятора и цена шель проседает очень быстро даже не смог долететь итак друзья подходим к выводу по диатончику 349 hd если вы хотите больше тяги нужно ставить пропа не 3028 как здесь в комплекте были а какие-нибудь типа дал проб 3052 кстати у гемф она тоже по моему 3052 есть и по моему даже есть какие-то 3056 удал проб видео антенка сюда так и просится типа speedy be она достаточно компактная для таких сетапов но напомню друзья очень важно две стяжки здесь и здесь иначе вы оторвете уфл разъем как это сделал я и уфл разъем все таки тоже неплохо бы залить каким-то типом силиконового клея камера снимает вроде как и средняя но ранкам конечно я считаю лучше снимают и наверное даже фоксер лучше снимает я говорю о конкретно камерах ранкам сплит 2 сплит 3 тем более фоксер микс фоксер микс 2 с этой камерой можно полетать но на текущий момент на лето 19 года я считаю все таки она уже подустала система здесь электроники достаточно нормально регулятор ампер на 20 или на 25 уже точно не помню честно говоря но в общем для этого сетапа его будет хватать с головой до 4 банок включительно и если не путаю по-моему этот же комплект может и на 6 банках работать но точно говорить я за это не буду опять же для использования 6 баночного аккумулятора нужно будет поменять и моторы отличное решение софт маунтом действительно годно работает посмотрим на видео и лайфхак от меня очень важно на камере cadix start а вот такую стяжку установить чтобы флешка не могла вылететь потому что мой друг лично терял уже на штуке 3 флешки и другие подписчики канала иногда мне пишут что теряют флешки поэтому самую маленькую стяжку которую найдете устанавливаете и для того чтобы снять флешка просто отодвигаете стяжку в сторону простой лайфхак но реально работает друзья а так в принципе quad летает достаточно неплохо могу рекомендовать к покупке ссылка на его покупку находится в описании под видео если будет скидочный купон я его обязательно вам добавлю задавайте свои вопросы в комментах в моей группе вконтакте фэсбуке на стене и конечно же в рс чате в telegram там больше чем 1200 человек общаемся онлайн на тему fpv квадрокоптеров поддержите меня лайком друзья и советуйте какие-то новые модели коптеров которые вы хотели бы чтобы я протестировал и сказал вам свое мнение а также не забывайте про мой инстаграм аккаунт туда я опубликую различные новинки из жизни канала увидимся в новых тестах до новых встреч в следующем выпуске